Собственные слова наставника Нагарджуны здесь объясняют два вида бедхичиты. Тибетское понятие «нам» — это здесь не указание на множественное число. Слово «нам» здесь означает, что мы что-то держим в руках. А другое слово, которое здесь важно — «джикче», то, что уничтожает сансару. И это первое из пронумерованных стров перед самой природой бедхичиты, достославным, что держит ваджу. Я склоняюсь к медитации на бедхичите, что уничтожают сансару. Вот что я объясню. Следующая страфа. Здесь под бедхичитой подразумевается окончательная бедхичитта. Бедхичитта утверждает, что все будды не сокрыты завесами мысли, концепциями относительно таких вещей, как я и совокупности, что всегда имеют природу пустотности. Это означает, что нам необходимо понять чрезвычайно тонкую пустотность. Следующая страфа. В том, что касается окончательной бедхичитты, в философской системе Мадхямаки есть те, кто утверждает, что цепление за истинное существование в явлениях, это завеса, препятствующая знаниям. А есть те, кто с этим не согласны, те, кто утверждают, что цепление за истинное существование — это не часть завесы познания. Мастер Нагаржана утверждает здесь, пока есть цепление за истинное существование психофизических совокупностей, до тех пор будет и цепление за самость Личности, и в силу этого будет происходить создание кармы. А наставник Чандра Кирти в своём тексте Мадхяма Каватара утверждает, чтобы живые существа достигли освобождения, Будды были преподаны два вида бессомостности. Цепление за я делится на цепление за самодостаточное, субстанциональное существование, и другие виды. И вот если мы противодействуем цеплянию за субстанционально существующее я, не устраняет все виды цепляния, пока мы продолжаем верить, что есть некое объективное существование. Что если говорить о двух видах бессомостности, различия в глубине между этими двумя видами нет. Цепление за объективное существование психофизических совокупностей — это также корень сансары, и для того чтобы отсечь корень сансары, нам необходимо также постичь и бессомостность явлений. Таково воззрение Прасангеки. Говорится, что уничтожить сансару без постижения тонкого вида бессомостности, бессомостности личности и явлений невозможно. То есть для того чтобы преодолеть сансару необходимо постичь бессомостность явлений, а не только бессомостность личности. А для того чтобы качественно понять эти тонкие воззрения, необходимо изучать классические тексты. Необходимо изучать коренные строфы мудрости, Мула Матхяма Какарику, Четырёхсотеницу, Ария Девы, четыреста строф, и Матхяма Каватару Чандракирти. Эти тексты были написаны не для того чтобы похвастаться учёностью, а для того чтобы помочь нам во преодолении наших омрачений. Ведь если вам удастся увидеть, что вещи не существуют так, как представляется нашим омрачением, это понимание будет противодействовать нашему неведению относительно реальности. В то время как сострадание и медитация на сострадании Битхичити и тому подобное не могут выступить в качестве прямых противоядий от этого неведения, от цепления за Я. даже грубое понимание, даже понимание грубого уровня бессомысленности не способно выступить в качестве прямого противоядия от нашего цепления за психофизические совокупности, как обладающие неким независимым существованием, и личности, как обладающие неким независимым существованием, и потому нам необходимо дойти до очень тонкого понимания бессомысленности как личностей и явлений. Тогда мы сможем искоренить сансару. Это третья страфа. С умами увлажненными состраданием нам следует упорно медитировать на Битхичити. Будды, что воплощают сострадание, медитируют на ней непрестанно. И вот те, что просят сделать вентиляцию. И так тема сложная. А в дополнение к тому еще и очень жарко. Ах! Ах! Но есть, если у вас есть революция, а то есть, если вы можете поставить более сильнее, потому что, в основном, мы должны быть ссоем здесь, если в основном, что не так, что это не легко. Возвращение на текст, то есть, необходимо избежать этого отношения к лизнести или к существу этих феноменов. Есть две шпыли, которые нам помогают это сделать. Первый шпыли, или шпыли, клянули клещу, то есть факторы ментозны. И есть шпыли, который маска, то есть не из-за того, как эмоции, но из-за того, как мы perceбим эти пеномы. И так, в ориенном отношении, мы можем избавиться от фактов ментознодельных, в ориенном отношении к индивиду, к союзу индивиду, но это suffится для нас действительно избирать от самсара. В общем, в интерпретах здесь представлены, что, если мы продолжаем, не только от отношения к индивиду, но и также к существу, которые в основном, в котором зависит от отношения к индивиду, то, в целом, все-таки, в целом, мы не смогли быть свободным самсара, или в мире, в состоянии с сомсаром, потому что, в основном, в отношениях, который будет перевести в форме и неизвестно, что это является влияние на то, что мы знаем или мы знаем на nature и неизвестна. И так, не стоит ли, чтобы избежать от самсара, просто избежать от настоящее, от настоящее, от настоящее, от настоящее, или от настоящее, нужно идти в уровень более субтитры, и избежать от всех дармах, то есть все феномены, которые конституют агрегат. Нужно просто их медленно прочитать, но нам нет нужды их зачитывать, нет нужды зачитывать их совместно. А вот начиная с десятой страфы и далее идёт отвержение воззрений философских школ в рамках буддизма, которые придерживаются реализма. Это десятая страфа и далее привергаются воззрения реалистов из числа философских школ буддизма. В рамках первого поворота Колеса Дхармы Будда преподал учения относительно элементов психофизических совокупностей и тому подобного. В двенадцатой страфе здесь говорится «И всё же высшие лидеры человеческой расы всегда давали бэдхисаттвам следующее наставление о совокупностях». Следующее наставление о совокупностях. «Подолжение следует...» восприятия подобные миражу или игре света, обуславливающие факторы подобно банановому дереву, осознание подобно волшебной иллюзии. Описывая совокупности в таком ключе, Будда обучал Бодхисаттв. Это те струфы, которые шли вслед за 12-й, 12-й, 13-й. Дальше мы обращаемся к 16-й струфе. Частица формы не существует, хотя форма или физический объект выступает. в качестве объекта, воспринимаемого визуальным восприятием. Форма — это то, на чём как на объекте сосредоточено визуальное восприятие. Если вы на самом деле объект сам по себе рассечёте, разделите частицы, то увидите, что они сами по себе не выступают в качестве объекта визуального восприятия. Тонкие частицы таким объектом уже не оказываются. Мы здесь можем говорить об объектах, которые воспринимаются. И относительно этих объектов Вайбхашика и Саутрантика утверждают, что вещи выступают в качестве того объекта, на котором сосредоточено визуальное восприятие, и благодаря тем объектам визуальное восприятие и проявляется. Приверженцы Вайбхашики утверждают, что объекты не представляются, они не формируют аспект. То есть с точки зрения Вайбхашики восприятие объектов происходит напрямую, а не посредством так называемого аспекта. В то время как с точки зрения сватантрики перед чувственными восприятиями проявляется именно аспект объекта, то есть его умственный образ, а не сам объект. Можно вспомнить страфу восхваления, которую Нагарджуна включил в коренные страфы мудрости. Разумеется, у вещей есть возникновение и исчезновение, они бывают единичными или множественными и так далее. Но если бы вы действительно посмотрели на природу вещей, если бы вы попытались понять, имеют ли объекты природу, сущностную природу, независимую существующую природу, прекращение или его отсутствие, прекращение или происхождение, единичного или множественного, такую природу, сущностную природу, вы в объектах бы отыскать не смогли. А если вы анализируете временную непрерывность, то можете, как это описывает Мола Матхяма Какарика, выделить прекращение, отсутствие прекращения. Такие вот категории здесь перечисляются, а дальше упоминается также отсутствие единичного или множественного, или различие тождества. Конечно, все эти вещи существуют, они есть, но если вы пытаетесь те вещи проанализировать, если вы пытаетесь внутри объекта отыскать сам объект, то не можете ни на что указать, как на тот объект, который воспринимается визуальным восприятием. Не можете отыскать объект как таковой. Дальше переходим к 21-й. Переходим к 22-й страфе, где говорится с постигаемыми и с постигающими аспектами и так далее. Сначала здесь описывается воззрение Читаматры. С постигаемыми и постигающими аспектами проявляется сознание. Нет совершенно никакой внешней вещи, что была бы отлична от сознания. Здесь на самом деле приводится позиция Читаматры. Утверждается, что воспринимаемый объект является лишь отражением самого восприятия, и нет никакого воспринимаемого объекта в отрыве от этого воспринимающего восприятия. Сейчас мы переходим к 17-й страфе. Деятели совершенно не существуют. Порожденное следствие из причин, что их порождают. Ничего из этой логики не установить. И вот главная 17-я страфа. Частица формы не порождает визуальное сознание, потому что лежит вне спектра чувственной силы. Возможно, его порождает группа этих частиц, но такое собрание не утверждается. В личном тексте его святейшества страфы немного иначе пронумерованы. Если она не имеет значения, она не могла с ограничить, чтобы производить матери. И в таком случае, если мы можем предоставить какую-то систему, Смотрите, что в целом, с большим способом появляются, но если мы идем на уровне более длинного значения, то есть момент, моменты индивидуализации, неизвестно, что это такое такое другое 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 другое. Дальше давайте обратимся к 46-й. Начиная с этой страфы и далее, излагается воззрение Матхямаки, то есть были отвергнуты позиции Читаматры, и дальше текст начинает утверждать позиции Матхямаки. Лишённое черт и происхождение, оно не существует, и слова от него бегут. Здесь в тибетском используется частица Танг, то есть И, но, возможно, смысл её здесь немножко иной. Возможно, скорее, это сравнение частицы подразумевает аналогичным образом. Мы говорим о пространстве, о несоставном пространстве, и это пространство, которое является простым отсутствием препятствий, простым отсутствием преград. Так вот, аналогично пространству, подобно пространству, пустотность должна проявиться, предстать перед тем сознанием, которое пустотность воспринимает, будучи простым отрицанием, простым отсутствием. То есть пустотность — это простое отсутствие чего-то. В индийской эпистемологической традиции ум разделяется на концептуальные и неконцептуальные сознания. Концептуальные формы ума взаимодействуют со своими объектами и посредством исключения. А в рамках отрицательных объектов, то есть объектов, устанавливаемых с помощью отрицания, выделяют пять конкретных категорий. Когда вы постигаете пустотность, постигается простое отсутствие неотъемлемого существования. И в этом восприятии, которое отрицает невозможный способ существования, ничего взамен ему не утверждается. Мы, например, можем сказать, «В этом зале нет слона». Отсутствие слона — это простое отрицание. Когда вы говорите «слона нет», не подразумевается, что вместо него есть что-то иное. Но если бы вы сказали «слона нет, но», подразумевалось бы, что что-то всё-таки быть должно. Пустотность — это простое отсутствие, простое отрицание независимого существования явлений. Простое отрицание. То есть есть два вида отрицания, которые мы только что упомянули, подразумевающее и неподразумевающее, и в рамках этих двух видов пустотность — это неутверждающее отрицание. Она отрицает что-то, но взамен ничего не утверждается. Однако, когда вы приходите к практике Высшей Йога Тантры, в ней используются разные термины, разные конкретные термины. И нужно понимать всегда тот контекст, в котором используется то или иное понятие. Нужно понимать, какой философской традиции используется тот или иной контекст и так далее. То есть без понимания контекста, в котором написан текст, без понимания того, какой философской традиции тот или иной текст относится, можно встретить какой-то термин, пустотность, например, но встретить его в небуддийских даже текстах. У меня был очень добрый друг, которого с нами уже нет. Он был очень хорошим христианским практикующим. И когда мы с ним беседовали, он использовал понятие «опустошить Я», «опустошение Я». Речь шла о том, чтобы думать, что «ты творение Божье» и ничего более. Так что использовалось понятие «пустотность Я», «опустошение Я». Я как-то посещал христианский женский монастырь, и одна из монахин мне сказала, «Как устранять чувство эго, когда оно в нас всплывает?» И я ей сказал, что в буддизме у нас есть теория бессамостности, но для вас, как христиан, у вас, христиан, есть вера в то, что всё сотворено Богом, а вы лишь мельчайшая часть этой огромной галактики, всей Вселенной. И посему, когда вы размышляете в таком ключе, когда вы думаете о том, что вы подобны мельчайшие частицы в этой обширной Вселенной, эти размышления могут помочь вам противодействовать своему эго. То есть такого рода размышления, цепочки размышлений могут использоваться в контексте различных традиций. И бессамостность таким образом в таком вот ключе может описываться и в христианской традиции. Но когда мы занимаемся медитацией на пустотности, когда ваш ум сосредоточен на пустотности, и пустотность предстаёт перед вашим умом, не подразумевается, что существует что-либо помимо отсутствия внутренне присущего существования явлений, пустотность которых вы постигаете. Так что здесь у Нагарджины пустотность сравнивается с пространством. Говорится, что она подобна пространству. Пространство также является основой, в которой объекты движутся. А в следующей страфе говорится, Будды — эти великие существа, пребывающие в сущности просветления. А также те, кто наделены великим состраданием, постоянно знают, что пустотность подобна пространству. То есть вот здесь, в этой 47-й страфе, пустотность уподобляется пространству. О предыдущей страфе говорилось «Люшённая черта происхождения, она насуществует, и слова от него бегут, природа бытья чаты, самопросветление наделена свойствами пространства». Будды — это великие существа, пребывающие в сущности просветления, а также те, кто наделены великим состраданием, постоянно знают, что пустотность подобна пространству. В результате Алексея что это означает, что это означает, что это означает, что это означает, какое-то другое, которое было бы на vacуете, и она исчезает в себе. На vacуете, это просто это способ, который позволяет нить в существе права и так, что не позволяет никакого смысла в себе в таком количестве. Есть две вещи, в том числе, чтобы понять эту vacуете как бы, что-то негативное, что-то не так, что эта вещь не существует, это не просто негатив, или негатив, что мы можем назвать открытия, что это не существует, но это может быть другая вещь. Например, если я говорю « не есть эллифанты», и не есть эллифанты в этой пице, это не просто негатив, потому что у него есть эллифанты в этой салоне. Но если я говорю « не есть эллифанты», это не эллифанты, но это оставит место для того, чтобы это было другого. В том числе, на компрессионной вакуитой, это будет хорошо быть как бы такая негативная негатива в существе от последних пицеев. Но если мы вовремя к теме, к примеру, к примеру, к примеру, к метрам, к метрам, к метрам, как объясняет Трюбчен Темпен Нима, в общем-то очень четвертое. Он говорит, что когда нужно обеспечить с уверенностью на натуре и на вакуете, он будет посетить на упражнение и на вакуете как на simple негативе и на негативе. Но когда он будет работать в практике, которая висит в реализации на натуре и на натуре и на натуре и на негативе, он будет считать на вакуете как на негативе на реализации феномен, который влезет на плане. Смотрим на 48-ю. А посему, бодхисаттвам следует все время медитировать на этой основе всех явлений. Пустотности, мирные подобные иллюзии лишенные основы, что не спровергает существование в сансаре. Когда мы говорим о явлениях, ли видим явления? Мы можем что-то увидеть, что-то потрогать. Но когда мы ищем объект в нём саму, то обнаружить ничего не можем. И в силу этого вещи не существуют как таковые. Вы, скажем, можете меня увидеть, можете услышать, как я говорю. И это всё некие реальные проявления. Но что это за Личность? Где эта Личность? Вы видите моё тело, вы слышите мой голос. Услышав мой голос, вы, может быть, можете сказать, ну, Его Святейшество думает так-то и так-то. Можете сделать некое вам заключение. Вот здесь собралось несколько тысяч человек, я вас вижу. Но когда мы ищем Личность, когда мы ищем Личность, отыскать ничего не удаётся. И посему седьмой Далай-Лама писал, на этом перекрёстке шести видов восприятия возникает смутная видимость. Смутная видимость, у которой нет основы. И посему мы можем сказать, что те видимости на нас влияют, мы с ними взаимодействуем, но не имеют объективного существования. И, хотя они не имеют объективного существования, они существуют в силу простого обозначения. И всё же, вещи и существа не предстают перед нами существующими лишь в силу обозначения. Нам кажется, что они обладают неким объективным бытием. на этой основе всех явлений пустотность всё усмиряет. подобные иллюзии, и потому на ней необходимо медитировать непрестанно. В традиции дзекчен используется понятие «шиме цацэл», то есть без основы, лишённое какого-либо корня. для того, чтобы понять эту концепцию, Дат-Друб Джигмит Энпи Нима в своих текстах писал, «Чтобы понять подлинный смысл этого термина, нам необходимо изучать классические тексты великих мастеров». Пандетов или мастеров Индии Снова прочитаем страфу. «А посему Батхисаттвам следует всё время медитировать на этой основе всех явлений, пустотности, мирной подобной иллюзии и лишённой основы, неиспровергающей существование в сансаре». Лобби Джигмит Энпи Энпи Мокковод или Мокковод или Мокковод я бы неминавижу в таких в различных единствах в себе и так в отношении с другими другими они-мемы, и которые, так как, в отношениях с другими другими людьми, я бы не могу, в термом анализе correctа, поставить на то, что у них есть. И я не могу только сказать, что все эти феномены являются простыми паренцами, и, как я их вижу, они являются простыми дознаниями, простыми конвенциями, что-то, что-то. Так что они существуют, но они донутся от последствий. ultime. Et lorsque nous avons par l'expérience acquis une conviction profonde de cette manière, cet état de choses, des choses, à ce moment-là on sera libéré de tous ces concepts d'attraction et de répulsion qui sont liés sur les concepts de quelque chose qui soit bonne, qui soit mauvaise et toutes ces fabrications et ces élaborations mentales. Георг règles. Песни «Переживание воззрения», написанные Седьмым Далай Ламой, утверждают, что все явления в сансаре и нирване есть суть лишь нашей собственной умственной проекции. Того, что мы воспринимаем, нет реального существования. Но и сам ум, когда ищешь то, что обозначено как ум, то видишь, что там нет ни возникновения, ни прекращения. Тогда возникает проблеск понимания. Природа ума. И затем, пишет Седьмой Далай Ламой, «Подобно тому, как облака в осеннем небе рассеиваются, в рамках этой нераздельности природы или сферы ума и самого ума, здесь речь идёт о пустотности. Силу этой погружённости в пустотности, неподвижности в этой медитации, все отвлечения, все видимости постепенно угасают. Они уменьшаются. И тогда у вас не остаётся ничего, чему можно было бы приписывать объективное существование, а посему и никакой основы для ненадлежащего мышления. И письмо нам удается пресечь различные умственные омрачения. Хотя я не медитировал на развлечения внешних и высших и низших состояний бытия, хотя я не развил сосредоточение высших царств бытия. Медитация на пустотности помогла мне ослабить мои омрачения, привязанность, гнев и так далее. Когда вы спокойны, когда ваш ум спокоен, такая практика очень помогает избегать растревоженности умственными омрачениями. То есть пустотность — это не просто какое-то понятие. Нет. Если вы действительно будете размышлять над ней год за годом, это действительно скажется на вашем уме, принесёт подлинную пользу. Так что, когда вы размышляете над пустотностью, думаете о пустотности, все различные отвлечения, отвлекающие переживания, исчезают. А когда вы завершаете погружённость в пустотность, погружение в пустотность, вы, разумеется, начинаете соприкасаться с воспринимаемыми объектами. Снова возникает восприятие. И нам на уровне своей жизни необходимо с этим как-то разбираться. Но то переживание пустотности, которое мы обрели в медитации, помогает нам ослабить свои омрачения, свои реакции на объекты и переживания. Так что, когда мы говорим, что вещи лишены какого-либо объективного внутренне присущего существования, речь не только о необнаружимости этих вещей посредством анализа. В Ратнавале, Гацена Гирлянде, мастер Нагарджуна говорит, что личность не является водой, огнём, воздухом, землёй, и пространством осознанием. Но, подобно тому, как личность обозначается на основе шести составных элементов, и сами составные элементы являются собраниями различных частей. Эти шесть элементов сами обозначены на основе неких скоплений. И потому так же существуют лишь номинально. Дальше, 58-я. В 58-й строфе говорится, «Провозгласить пустотность природы явлений не нигилистическое утверждение. Мы также совершенно не подразумеваем, что пустотность постоянна». И так же существует на основе шести составных моментов, дистанции в сознании, но если мы рассматриваемся эти анализы до конца, то мы увидим, что они полностью донуются из личности права. Это как эти разные思ы, которые выглядят как лучи в солнечном солнечном. И потом, эти лучи, они начнутся из-за исхода, в эфире, в эфире и в эфире. И так, Продолжение следует...